В одиночку Маркас Альварес запутал игроков Локомотива и дальше уже нужно выполнять передачу Садикович, прострел, но снова все заканчивается. Сейчас тут пытается накрутить соперника, пяткой технично, живоглядов, прострел, а пробить еще бы вот отсюда, Бабкин коленями отбивает и Белакович, вот это да, защитники просто встали уже стеной. Локомотив чудом сейчас не забил, ну или по-другому, наверное, будет правильно сказать, чудом сейчас отбилось Кракове. Хорошая команда, тяжелая была игра, солнце, душно и поле очень мягкое, из-за этого ноги быстро забиваются, но мы готовились и хорошо сыграли. С первых минут прессинг сказали обязательно, и контроль мяча, создание моментов, вот пытались, все в первом тайме все хорошо, забили мгол, во втором тайме в прерыве тренер сказал еще так же додавливать, еще больше моментов создавать, получил второе забитие и уже в конце не дотерпели, устали и пропустили два. Лакович открывается под Нинахово, мяч получает и уже нужно сделать пас, вот он гол, вот он гол, Локомотив забивает, да, немножко курьезно, да, немножко может быть повезло сейчас с рикошетом, но теперь уже знаете что, это пусть там придумывают что угодно футболисты Кракове, но пока не 2-0. Все, изменения в составе Локомотива точно, сейчас будем подробнее разбираться трансляциями контрольных матчей московского Локомотива. Никитин, Никитин, какая передача и какой гол влетает в ворота Кракове, ну вот это просто пас на миллион, Никитин, что он вытворяет, а? Он сделал дубль в ворота Олимпии. Отобрали мяч, Дронов пошел вперед, я открылся между линиями, получил мяч и в одно касание с левой ноги в дальний угол пробил, получилось. Да, очень тяжело, то что так матчи идут, но это мы футболисты, что нам нравятся игры, поэтому это хорошо. Поднимает мяч туда, на лицевую, подача и 2-2. Отключает по флангу Живоглядова, мы слышим, пошли, пошли, пошли от Николича, чуть сильная передача. Налево, неприятная атака. Ух, и удар во внешнюю сторону сетки. Транслировать и комментировать. Вот, собственно говоря, и все. 2-2.